Приветствую зрителей Политека Ньюс, я Екатерина Шумила, Руслан Безяев, политический эксперт сегодня с нами. Руслан, приветствую вас. Добрый день, Екатерина, добрый день, уважаемые зрители. Народный депутат Андрей Деркач пообещал ответить на санкции США новыми разоблачениями Демократической партии и все, что там происходит. Что скажете, не ввязывается ли Украина снова в предвыборную президентскую гонку США? Да, официально государства и его властные структуры нет, но вот таким образом, собственно говоря, происходит получение необходимой Трампу информации. То есть мы же понимаем, что корень этой проблемы лежит не здесь у нас, он лежит в президентской кампании в Соединенных Штатах Америки. Именно оттуда Трамп уже сделал несколько пассов в эту сторону, что Байден коррумпированный, но дальше почему коррумпированный? Потому что вот есть пленки, то есть его задача сейчас эти пленки перевести в юридическую плоскость. После заявлений президента, которое подтвердил Андрей Ермак, что мы будем разрабатывать там закон об уголовной ответственности за слив подобного рода информации, Украина официально отморозилась от этой темы. То есть то, что надо Трампа и Джулиане, они не получат от наших официальных органов. Следовательно, насколько я понимаю, пленки Деркача сейчас выполняют эту функцию. Это же не про Порошенко в основном, это про Байдена. Все про демократическую партию и про то, сколько они распилили за пять лет в Украине. У Трампа, что у него будет два кейса на финальной стадии гонки. Это украинский и китайский. Насколько я сейчас вижу. И оба эти кейса для него будут иметь определенное значение. Особенно в тех штатах, которые сейчас не определились с выборами президента. Для американского избирателя самое главное, это если политик украл их не деньги. Потому что американский бюджет формирует все равно деньги налогоплательщиков. Вот украл это все. Политическая смерть. Если Трамп удастся доказать, что эти деньги были украдены, то он сможет переломать ситуацию. Отсюда и пресс-конференция. Чем ближе к президентским выборам в США, я думаю, тем будет больше подобного рода пресс-конференции. Здесь есть след России? Или, как любят говорить, рука Кремля? Знаете, я не могу сказать. У нас же как обычно... Потому что как раз Деркача... Я скажу так, что мне кажется, что в принципе России было бы интересно, чтобы Трамп победил. Вот если выбирать между Трампом и Байденом, то Трамп для них более понятен. Почему? Потому что его позиция, она изнутри подрывает вот эти вот все основы того, что мы называли ПАКС Американ. Американский политический мир. НАТО. Организация объединенных наций. Все прочее, 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 прочее. Трамп, он полностью это все переформатирует. Я не могу сказать, что Россия это не выгодно. Но означает ли это, что Трамп, ну как бы эти пленки Деркач получил с Москвы, как рассказывают, то здесь у меня большие сомнения почему. Потому что американцы эти темы выкупают на раз-два. Значит, посмотрите, как начало руководство демократической партии отмазываться. Знаете, вот только в анекдоте про Штирлица, да, Кэт, ты будешь кричать на русском языке. Они когда оправдывались в прошлый раз, они нарративы русского языка применили. Что-то там чушь собачья, что-то в этом роде, я уже сейчас не помню. Ну такое чисто, знаете, наше выражение, которое нам понятно. Поэтому там очень сложный пирог, Катя. Там очень сложный пирог, которым переплылось очень много интересов крупнейших мировых геополитических игроков. Ну и наших внутренних тоже, естественно. Мы же понимаем, что все вот эта вот девальвация Порошенко открывает его конкурентам на правом фланге. Очень большие возможности для реинкарнации политической. Причем, что Порошенко сейчас фактически доминирует на этом электоральном поле. Это же нравится не только, а лишь всем. Руслан, спасибо большое, что прокомментировали эту тему. Руслан Безяев был на Политэко-Ньюс. Спасибо, что смотрели нас. И не забывайте подписаться на наш YouTube-канал. Спасибо. Спасибо.